Нью-Йорк Таймс разразилась сенсационным материалом о том, что газопроводы Северный поток взорвала некая проукраинская группировка. В ее состав входили и граждане Украины, и граждане России, настроенные против Путина. И вот, дескать, они осуществили эту диверсию. Тут одно из двух. Либо украинская разведка обладает супер впечатляющими возможностями для проведения таких диверсий, либо статья Нью-Йорк Таймс. Это полная туфта. Всем привет! Меня зовут Сергей Услендер. Как обычно, вначале вас попрошу поддержать мой канал лайком, подпиской, комментарием. Подписываться лучше в тот момент, когда вы смотрите это видео. Так алгоритмам Ютуба кажется, что это видео гораздо интереснее для зрителей. Кто хочет помочь на Патреоне, ссылка будет в описании. Давайте вспомним, что же там все-таки произошло. 26 сентября 2022 года на трех нитках газопроводов. Две из них относились к Северному потоку-2, одна к Северному потоку-1. Произошли разрывы труб и утечка газа. Весь газ оттуда вытек. Ну, все помнят, наверное, вот эти жуткие картинки этих фонтанов газа, бьющих со дна моря. Началось расследование. Сначала были версии о том, что, возможно, это авария или, возможно, какое-то судно якорем зацепило эти газопроводы. Но позднее, точнее, довольно быстро эти версии были отметены. Аварии на подобного рода сооружениях происходят крайне редко. Их строят с гигантским запасом прочности. А тот факт, чтобы какое-то судно якорем зацепило подряд три нитки, ну, вероятность этого практически равна нулю. Это примерно как встретить динозавра. Поэтому практически сразу же появилась версия о диверсии. О том, что эти газопроводы были взорваны. Начали расследование. Все это произошло в Балтийском море. Расследование проводили Швеция и Дания, если я не ошибаюсь. И в России, естественно, Путин там в своей обычной дебильной манере сказал, что во всем виноваты англосаксы. То есть, кто такие англосаксы, да, и кто к ним относится. Это отдельный вопрос в его понимании. Ну, в общем, в России начали обвинять Запад в этих авариях. Запад стал говорить о том, что нужно вообще-то это все расследовать для начала разговора, да. Украинского следа там как такового не было. И вот он вдруг появился. Нью-Йорк Таймс, как я уже сказал, написала о том, что это некая проукраинская группировка. Позднее об этом писали в том числе и немецкие издания. И все это выглядело так. Вот в их понимании, в их картине это выглядело следующим образом. Из порта Росток германского вышла яхта, на которой находились 6 человек. Яхта это была обычная прогулочная. Вот примерно такая, как вы видите сейчас у себя на экране. Они дошли до места, где находятся эти газопроводы. На яхте было 6 человек. Капитан, 2 водолаза, 2 помощника водолаза и женщина-врач. Они опустились к этим ниткам, заложили взрывчатку, подорвали это все синхронно и вернулись опять в Росток. Все это выглядело бы уместно, если бы речь шла, например, о голливудском фильме. В духе там миссия невыполнима 8, где герой Тома Круза со своей какой-нибудь подружкой-шпионкой там вот опускается на дно и так далее. Но, во-первых, в украинской разведке нет отдела невыполнимых миссий и герой Тома Круза там не служит. А во-вторых, вся эта операция тем количеством людей и теми средствами, которые использовались, технически абсолютно невозможно. Я вам сейчас это докажу вот буквально за несколько минут. Вообще диверсии подобного рода под силу провернуть вот считанным странам на планете. Считанным странам, я еще раз говорю, буквально нескольким. Такое могут устроить Соединенные Штаты, Россия и 2-3 европейские страны. Все, больше никто в принципе. Потому что, во-первых, для этого нужны специальные средства. Ну, предположить, что все это дело происходило вот с такой вот прогулочной яхты, ну это просто смешно, да. Давайте вспомним обстоятельства. Там взорваны три нитки газопроводов. Что такое нитка газопровода? Это труба толщиной 4 сантиметра. Высокопрочной, вообще сверхпрочной стали. Сверху покрытая такой рубашкой из железобетона еще 10 сантиметров. Вот такой вот толщины, значит, все это дело. Вот все это находилось на дне, на глубине порядка 100 метров. То есть в легководолазном снаряжении, да, вот в акваланге, в котором опускаются где-нибудь, я не знаю, в Дахабе там или в Шарамальшехе посмотреть на коралловых рыбок, туда не опустишься. Для этого нужно уже специальное снаряжение. Кроме этого, для этого нужно много взрывчатки. Это не собрать у себя там где-нибудь, как делают, я не знаю, палестинские террористы, где-нибудь у себя там на задворках собрать какую-нибудь примитивную бомбу, пользуясь инструкцией из интернета, да, и заложить ее где-нибудь там, не знаю, на автобусной остановке. Нет, для этого нужна специальная взрывчатка для подводных работ. Более того, ее нужно очень много. Взрывы там оценивались по одним данным от 100 килограммов на каждую трубу в тротиловом эквиваленте, по другим до полутонны в тротиловом эквиваленте. Но в самом деле, чтобы пробить такое сооружение, как газопровод, тут, конечно, нужно, ну, как сказать, нужно много взрывчатки. Более того, она должна быть установлена особым образом, потому что она, ну, поскольку на поверхности трубы находится, она должна пробить эту трубу. А не рассеется взрыв, взрыв не должен рассеяться вот так вот вот по ее поверхности, да. То есть, люди, которые проводили эту диверсию, должны обладать высочайшей квалификацией подводных минеров. Таких людей на планете, опять же, буквально пересчитать по пальцам. Вот на канале у Майкла Наки один из гостей рассуждал на эту тему и говорил, что вот людей с подобной квалификацией в мире там не больше 20 тысяч. Он завысил эту цифру, ну, раз примерно в 10 как минимум, а может быть даже и больше. Например, весь личный состав двух полков специальных операций в составе американских военно-морских сил, тех самых морских котиков, составляет порядка трех тысяч человек. Но там не все подводные минеры. Там есть люди, да, обученные разного рода минированию. Прикрепить магнитную мину на днище корабля, который стоит в порту, да, это возможно. Это они умеют. Но здесь речь идет, еще раз говорю, о глубоководном минировании высокой степени сложности. Более того, между нитками газопроводов, вот крайними нитками, да, которые были взорваны, вот это расстояние больше 20 километров. Люди не могли опуститься на дно с кучей взрывчатки, заминировать одну трубу, переплыть там, помахивая ластами в воде к другой трубе, потом помахивая ластами к третьей, потом вернуться, значит, к этой своей яхте и оттуда уплыть и как-то еще все это синхронно подорвать. Нет, конечно. Для этого нужны так называемые подводные буксировщики. Это вот специальные средства, которые применяются боевыми пловцами. Это довольно редкое изделие. И еще раз говорю, считанные страны на планете обладают подобным снаряжением. Кроме этого, это произошло не в каком-то затерянном районе Мирового океана, где-нибудь там возле заброшенного острова и так далее. Это произошло в Балтийском море. Это практически внутреннее море НАТО, где в свое время НАТО готовилось к противостоянию с Советским Союзом. Где была угроза прорыва Советского флота и там Советских подводных лодок, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается с помощью специальных устройств, там так называемых гидрофонов и разного прочего такого оборудования. И вот так вот прийти туда на яхте, когда все вокруг видно локаторами, радарами, когда в небе без конца кружат самолеты-разведчики и тому подобное. Заложить мины на эти газопроводы и уплыть оттуда спокойно, ну это просто не укладывается ни в какие ворота, ни в какие рамки. Даже я со своей богатой фантазией такого представить не могу. Вообще для такой операции нужны несколько кораблей или как минимум один корабль, но специально подготовленный для, ну такой водолаза-носитель, скажем так, да, которого есть там всякого рода приспособления и снаряжения внутри этого корабля. Таких кораблей на планете тоже крайне немного. Для этого нужно специальное снаряжение, супер подготовленные водолазы-минеры и для этого нужно много взрывчатки. Все это нужно где-то взять, погрузить, да, то есть на глазах у всего, так сказать, у всей Европы в том же Ростоке. В конце концов эти яхты проверяют, да, нельзя просто так погрузить на яхту тонну взрывчатки и сказать, что это, я не знаю, что там, это какой-нибудь припасы какие-нибудь корабельные, да, любой таможенник это тут же увидит и поймет. Потом нужно дойти до места одного из самых таких наблюдаемых и охраняемых и провернуть вот эту всю диверсию. Могут ли это сделать шесть человек из так называемой проукраинской группировки? Вот я что-то вот в этом сильно как раз и сомневаюсь. Короче говоря, вывод мой вот из всего этого такой, никакая проукраинская группировка, даже самые там патриотически настроенные или даже если они там прям ненавидят Путина там и все такое прочее, они такую операцию просто технически и логистически провернуть не могли, тем более в количестве шести человек. Ну это просто, ну нереально совершенно. Еще раз говорю, как голливудский сценарий, да, это выглядело бы очень красиво, но реальная жизнь, как правило, очень сильно отличается от голливудских сценариев. Тут вопрос вообще, кто это в принципе мог сделать. Уместно вспомнить статью или не статью, материал Сеймура Херша, такой американский журналист, некогда бывший очень заслуженным в нашей профессии. Это человек, который в свое время вот опубликовал первый материал о бойне в Сонгме. Это вьетнамская деревушка, жители которых практически полностью вырезали американские войска во время войны во Вьетнаме. Он в свое время получил Пуллицеровскую премию, он там прославился различными материалами. Но позднее он, к сожалению, вышел в тираж, вот, и вдруг занялся вот поиском таких вот сенсаций. И он опубликовал такой материал, причем опубликовал он у себя в блоге без редакционного контроля, это было не какое-то крупное издание, это был блог. Ну вот, как если бы человек у себя в фейсбуке где-нибудь написал бы там какой-то материал, да, вот, о том, что это администрация Байдена организовала все эти диверсии. При этом Херш ссылался на какой-то странный анонимный источник, один анонимный источник в администрации США, нарушая тем самым вот главный принцип вообще вот подобного рода расследований, когда источников должно быть, ну, как минимум два, а лучше три. Они должны быть независимы друг от друга. В принципе, его можно понять, да, ему хочется опять былой славы, вот, ему хочется там, чтобы о нем говорили, о нем действительно заговорили, но никаких вот документальных подтверждений этому не было. Потом нужно понимать, что в операцию подобного рода, если мы не берем во внимание версию с какой-то проукраинской группой из шести человек, а если это речь идет об администрации Байдена, вовлечено очень много людей. Там речь идет о десятках, если не сотнях человек. От Байдена, который, значит, отдал приказ там это все дело взорвать, до вот конкретных исполнителей. Пока по вот этой пирамиде это все докатывается, то я еще раз говорю, в это дело вовлекается огромное количество людей, и вероятность утечки становится очень и очень высокой. Но, судя по тому, что писал Херш, его источник, это, я не знаю, там, директор ЦРУ, как минимум, или советник по национальной безопасности администрации президента США, а я не верю в то, что у Херша есть такие источники. Ну, рассуждать о том, кому выгодно взорвать эти потоки, тут можно довольно долго, я не хотел бы в это углубляться. Единственное, что могу сказать по этому поводу, у меня вот есть товарищ, он служит взрывотехником в израильской армии, мы с ним обсуждали вот эту вот историю, он такой очень опытный в этих делах товарищ, там, уже около 20 лет служит, много чего взорвал в своей жизни, много чего обезвредил в своей жизни, и он сказал такую очень простую и логичную вещь. Надо бы посмотреть на эту трубу, ну, на одну из них. Если взрыв произошел изнутри, то есть, если труба вот так раскрыта в виде розочки от взрыва, значит, взрыв произошел изнутри. Если вдавлено внутрь, значит, снаружи. Если взрыв произошел изнутри, это Газпром. Вот тут прям нечего и полагать, потому что никто не обладал доступом к этим трубам, чтобы проникнуть в нее. Есть вообще такая штука вот в эксплуатации этих газопроводов, так называемый PIG, это такая английская аббревиатура, Pipe Inspection Gauge. Это, ну, такой вот своего рода, что ли, беспилотник. Вот сейчас вы его видите у себя на экране, похож на гантелю, да, который применяется, там, для очистки труб, для их диагностики, там, для поиска порывов слабых мест, там, и так далее, и тому подобное. Он способен перемещаться внутри, и вот в середине этой штуки, вот пустое такое пространство, на которое, ну, он похож на гантелю, да, можно прицепить большое количество взрывчатки и управляемо подорвать ее ровно в той точке, в которой ты захочешь. Для чего это нужно Газпрому, опять же, трудно сказать, потому что, с одной стороны, это вроде как его хлеб, поставлять газ, с другой стороны, если припомнить историю Северных потоков, Северного потока-2, да, его проект родился в 2015 году, да, ну, так как бы договорились об этом проекте, уже после Крыма, уже после оккупации Крыма России. Тогда на этом проекте сильно настаивала Меркель, германский канцлер, все понятно, Германии нужен дешевый газ для того, чтобы поддерживать свою промышленность, свою энергетику, там, греть свое население, и так далее, и тому подобное. И фрау Меркель рассуждала в такой довольно странной парадигме, мол, если мы привяжем к себе Россию вот этим вот Северным потоком-2, то Путин будет более осторожным в своей внешней политике. Ну, звучит, конечно, как бред, потому что диктаторы люди малопредсказуемые, и события, которые начались 24 февраля 2022 года, как раз это и продемонстрировали. Ну, поставлял бы себе этот газ и так далее. Но в 2016 году его начали строить, там в 2018, если я не ошибаюсь, закончили строительство, там закачали в него вот этот технический газ для проверки и так далее, потом были санкции и тому подобное. И, в общем, этот проект, по сути дела, был заморожен. Для чего Россия его взрывать? Ну, можно предположить, вот некоторые аналитики нефтегазовой отрасли, там, Крутихин в частности, они предполагают, что таким образом Газпром создает форс-мажор, по которому может потом не платить неустойку своим западным потребителям за то, что не может поставить им газ. Через Украину качать там толком не можем, потому что там война. Северный поток-1 там остановили мы сами, там были какие-то технические с ним якобы неполадки. Вот Северный поток-2 взорвали. Все, извините, форс-мажор поставлять не можем. Еще раз говорю, мы вступаем в область предположений, может быть, когда-нибудь мы узнаем правду. Общий мой вывод из этого такой, что Северные потоки-2 действительно взорвали, это факт, что никакая проукраинская группировка это сделать не могла в принципе. Ну это просто технически и физически было невозможно. Что подобная операция под силу только государству, причем таких государств на планете, вот буквально пересчитать по пальцам. И что, возможно, когда-нибудь мы узнаем, кто же это сделал и с какой целью. Но, опять же, если вы хотите узнать мое отношение, то мое отношение довольно простое. Чем меньше Россия будет поставлять газа в Европу, тем меньше она будет получать денег, и тем сложнее ей будет вести эту войну. Вот так я примерно полагаю. Спасибо, что посмотрели. Еще раз вас попрошу. Лайк, подписка, комментарий. Патреон в описании. Про ракету Сармат сделаю. И есть у меня там еще кое-какие задумки насчет видео. Опять же, будут какие-то темы. Пишите обязательно в комментарии или в личку. Там есть электронная почта. С большим удовольствием с вами поделюсь своими мыслями. Еще раз спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.